В России вступили в силу новые правила оформления боличных листов. В частности, при угрозе распространения опасных заболеваний получить документ можно будет дистанционно в лицензированных медицинских учреждениях. Совмещающим две работы гражданам не придется брать боличные дважды. Изменения должны облегчить работу медиков и упростить получение справок в период пандемии коронавируса. Подробности у Натальи Чекет. Сейчас оформить электронный больничный можно одновременно с бумажным. Для его получения понадобится паспорт или другой документ, удостоверяющий личность. А для электронного необходимо будет предъявить СНИЛС. Кроме того, электронный лист нетрудоспособности можно оформить без визита в поликлинику. Дистанционное оформление будет происходить в случае угрозы распространения инфекционных заболеваний при помощи телемедицинских консультаций. Также больничный можно получить сначала на бумажном носителе, а потом продлить в электронном виде. А уже работник, завершив лечение, сообщает своему работодателю номер генерированного электронного листка нетрудоспособности. И работодатель по этому номеру и поснился у своего работника. Он из базы втягивает, что называется, свою бухгалтерскую программу и уже его обрабатывает для передачи сведений в фонд для оплаты. Электронный листок нетрудоспособности в этом году преобладает, рассказывает руководитель региональным отделением фонда социального страхования Наталья Андреева. Одна из причин Тверская область с января текущего года перешла на прямые выплаты всех видов пособий. Их осуществляет фонд социального страхования. Электронный листок, он, в общем-то, упрощает в какой-то степени действия работодателя для предоставления сведений для оплаты в региональное отделение. И, с другой стороны, сам работник может в личном кабинете посмотреть информацию о всех своих пособиях. Изменения произошли и в правилах оформления больничных листов по уходу за больным ребенком. Существует ограничение на оплачиваемый период. Он составляет 15 дней. Помимо этого, если один родитель находится в отпуске по уходу за ребенком до трех лет, другой член семьи сможет взять больничный в случае болезни второго ребенка. При возникновении вопросов обращайтесь в региональное отделение фонда социального страхования по телефону 48 22 34 96 58.